Открытый диалог в общественной приемной администрации Ленинского района стал местом встречи представителей трудовых коллективов. Своих делегатов они отправили в учреждение с набором предложений, затрагивающих не только положение Конституции, но и в целом развитие страны на ближайшие несколько лет. Так, для представителей ликероводочного завода «Белалка» важно было обозначить ряд принципиальных позиций, которые волнуют людей. Конечно же, коллектив Брестского ликероводочного завода не мог остаться в стороне. И сегодня я здесь, чтобы выразить позицию работников своего коллектива и озвучить ряд изменений, которые предлагаются нами в Конституцию. Среди них это пересмотр механизма назначения и освобождения от должности судей Верховного, Конституционного и иных судей Республики Беларусь. Также пересмотр механизма назначения освобождения председателя Национального банка Республики Беларусь, председателя Центральной комиссии по выборам, председателя Комитета госконтроля, а также премьер-министра и министров. Не менее интересен был вопрос об изменении сроков полномочий президента. Конечно, каждое обращение – это посыл к тому, чтобы взглянуть на существующее положение дел по-иному. Важно оценить, насколько работают либо не работают заложенные ранее механизмы. И если они неэффективны, что делать дальше? Представители ветеранской организации Ленинского района интересовала тему развития общественных инициатив. В части создания внутридворовых комитетов, чтобы решать насущные вопросы было проще. Озвучены также были позиции по реализации высшей меры наказания, смертной казни, по использованию национальной символики, а также развитию системы патриотического и идеологического воспитания молодежи. Очень важно внести пункты идеологической государственности, идеологии, вопросы Конституции, чтобы беседа с молодежью на политические темы, мирозвренческая, велась и в учебных учреждениях, на заводах, в фабриках, и в различных учреждениях были идейно убежденными, особенно наша молодежь. Всего за день на адрес общественной приемной Ленинского района поступило более двух десятков предложений, затрагивающих законотворческую сферу, вопросы кадровых назначений и развития гражданского общества. И это важно, ведь озвученная людьми позиция должна быть услышана. Все мы знаем, что в настоящее время единственным источником государственной власти и носительным суверенитетом в Республике Беларусь является народ. Для этого и организуются данные общественные приемные, чтобы каждый гражданин Республики Беларусь имел возможность реализовать свое право на непосредственное участие в управлении делами общества и государства. Также в решении важнейших проблемных вопросов, связанных с государственной и общественной жизнью. Мы же, в свою очередь, обязуемся передать каждое предложение на рассмотрение для дальнейшего рассмотрения вопроса об изменении или дополнении действующей Конституции Республики Беларусь. Каждое обращение будет детально изучено и рассмотрено, после чего передано в вышестоящие инстанции.